Добро пожаловать в птичье царство! Сегодня я буду рассказывать и показывать все свои вышивальные наборы, которые объединены одной тематикой, это птицы. Я даже не думала, что я такая большая фанатка птиц, поскольку наборов оказалось не один и не два, а гораздо больше. Саму идею обзора своих вышивальных запасов, деля их на категории животные, птицы, я взяла у Натальи Наталкиной. Очень люблю смотреть видео, где девочки выгребают свои сокровища из комодов, из своих рукодельных шкафов и показывают все свои запасы. Иногда в подобных обзорах можно увидеть дизайны, которые раньше вы пропускали и не замечали их. Например, я раньше была равнодушна к вышивке бисером, но насмотревшись обзоров на хомячьи запасы девочек, которые вышивают бисером, мне захотелось непременно попробовать вышить бисером. То есть вот такие видео, обзоры на свои запасы, иногда, конечно, вдохновляют на какие-то новые дела, новые свершения в рукодельном поприще. Итак, вернемся к нашим птичкам. Буду показывать птичек из моей коллекции. Первый набор, который бы я вам хотела показать, это набор от фирмы Риолис. Две птички, которые вышиваются шерстью. Вот не сказала бы, что я такая любительница птичек, такая птичница. Но есть дизайны, например, сов или уточек, мандаринок, которые я когда вижу, я, конечно, не могу устоять. Так и в данном случае. Когда я увидела этот дизайн, я просто прониклась с такой любовью, что мне захотелось обязательно его приобрести. Это самые красивые, практичные, декоративные утки, что я видела. Их можно повешать и на елочку, и либо на гвоздик. Смотрите, какая мила. Как я уже говорила, эти птички вышиваются шерстью. Шерстью я обожаю вышивать. Вот органайзер. В данный момент я тоже выполняю работу от фирмы Риолис. Тоже вышиваю шерстью, поэтому получаю неимоверное наслаждение. Видите, что в наборе было, да? Там синтепон лежит, и сама канва, и нитки. Органайзер с ниточками. У меня все прекрасно упаковано. Постараюсь, конечно, этих птичек вышить как можно скорее. И показать, как они выглядят уже в готовом виде. Вот такой у меня первый набор с птичьей коллекции, что я вам хотела показать. Следующий набор от фирмы Жар Птица. С говорящим названием тоже, да? Жар Птица. Вот такая тоже птичка с вишенками вместо шляпки. Это, видите, утенок. Наверное, чтоб ему не напекло голову. Он прикрыл листочками и вишенками. Такая летняя работа. Жар Птица мне нравится тем, что дизайны простые и недорогие. Вот тоже у меня дизайн от Жар Птицы. Это пасхальные курочки от Жар Птицы. Лежат они у меня в чехле от Леопарда фирмы Лиолис. Белую курочку я выполнила в предыдущей Пасхе. А вот эту курочку, пеструшку, я, конечно, не вышила. И к этой Пасхе я вряд ли вышью. Поэтому она у меня лежит в наборах, которые я должна вышить. Птичий набор, который я должна вышить. Белая курочка, конечно, у меня топ. Я ее вышла прошлой весной. Прям на одном дыхании. Совушки от фирмы Овин. Новогодний сюжет. У меня так мало моих вышивальных запасов фирмы Овин. Это вообще, наверное, единственный набор. Очень понравился. Когда-то увидела в отшивах его. Дали на выставках рукодельных. Часто он попадался. И захотелось приобрести. Конвай здесь синяя. Красивый сюжет. Мне кажется, он легкий такой в вышивке, в исполнении. Сложно. Такая отдыхалочка. Переходим к следующим наборам. С птичками. Это вот такие два набора пасхальных. Пасхальная тематика. Утята с пасхальными яйцами. От фирмы Орхидеи. С этой пасхальной серии у меня есть уже один утенок. Вышитый. Я выкладывала его в инстаграм. А вот эти два утенка. Почему-то у меня не вышиваются. То есть, первоначально продумывалась коллекция из трех пасхальных утят. Ну вот, первого я вышила на одном дыхании. А вот эти два почему-то отложились до лучших времен. Очень люблю пасхальную вышивку. И стараюсь, конечно, каждую пасху украшать пасхальный стол обязательно вышивкой с пасхальным сюжетом. И вот эти птички у меня, конечно, ждут своего часа, чтобы на Пасху тоже быть отшитыми. И от пасхальных сюжетов переносимся к сюжетам других праздников, а именно Нового года. Тоже фирма Орхидеи. Это вот такие пингвинята на пластиковой конве. То есть, они впоследствии должны стать новогодними игрушками и вешаться на елочку. И от новогодних праздников фирмы Орхидеи переносимся в жаркое лето. Фирма Жар Птица. Вот такая дачная композиция. Птичка сидит, черная смородина, баночка варенья. Вообще, из этой серии там есть еще облепиха. Еще какая-то ягода красная смородина, по-моему. Вот, но мне больше всего понравилась черная смородина. Следующий сюжет. Это Голубки от фирмы Лукавец Молдавии. Этот набор я приобрела очень-очень давно. Чем я руководствовалась, когда его приобретала, я не знаю. Любви голубям у меня особо нет. Но, возможно, вот этот сам сюжет мне напомнил какую-то, знаете, такую винтажную вышивку старинную, 50-х годов, 20-го века, может, даже старше. И захотелось приобрести вот такой органайзер. Ниточки хлопок. Черно-белая схема. Не знаю, удобно ли будет пользоваться этой черно-белой схемой, поскольку я не фанатка черно-белых схем. Но то, что нитки здесь отличного качества и такой прекрасный органайзер, это, конечно, однозначно большой плюс. Вообще, я не фанатка голубей. Я сейчас посмотрела значение вышивки белых голубей. И там написано, что это символ верности и любви белых голубей. Вот такой финальный аккорд в обзоре всей моей коллекции. Это белые голуби, символ верности и любви. Вот вы и побывали в моем птичьем царстве. Посмотрели, каких птичек я хотела бы вышить. Что у меня находится в моих запасах. Моя самая первая вышитая птичка, это была сова. Если я не ошибаюсь, от фирмы Алиса. И помню, как только я увидела этот сюжет с совой, мне так захотелось его вышить. И я вышивала ее в дороге. Помню, два дня мы ехали в поезде. И вот за эти два дня пути я вышила этого совенка. И она мне напоминает ту дорогу, ту путешествие. И это была самая первая птичка, которую я когда-либо вышивала. Впоследствии моя коллекция птичек пополнялась. Вот еще я вышила вот эту пасхальную курочку, которую вы видите в верхнем правом углу. Тоже она у меня в коллекции отшитых уже готовых птичек. Пасхальная птичка у меня вышита. Птенок пасхальный от фирмы Орхидеи у меня тоже вышит. А вот эти дизайны еще ждут своей очереди. В предыдущем видео я делала обзор на вышивальные наборы по теме животный мир. Мне почему-то так захотелось вышить что-то из этих сюжетов, из моих зверушек. Сейчас я делаю обзор на мои дизайны, связанные с птицами. И что вы думаете? Мне прям нестерпимо захотелось вышить какую-то птичку или какой-то птичий сюжет. То есть отложить своего леопарда, либо параллельно с леопардом захотелось еще и птичек повышивать. Ну вот заметили, у меня небольшие наборы с птичками. Некоторые буквально за несколько дней можно вышить. То есть такие, по сути дела, как отдыхалочки с птичками. Все сюжеты. Ну вот только, наверное, вот эти голуби от Лука Эс по времени самые затратные. Больше всего уйдет времени на отшив. А остальное все, смотрите, работа. Они, в принципе, все быстро вышиваются. То есть этот набор, эту категорию птичий мир очень легко будет все вышить. Все сюжеты простые и не затратные по времени. Небольшая у меня, конечно, коллекция птичьих сюжетов. Немножко наборов. Ну, большое спасибо, что вы были со мной, посмотрели все. Всем чудесного дня. Хорошего настроения. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok